В Самаре продолжаются обсуждения дизайн-проектов пространств, претендующих на благоустройство в 2023 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На повестке топ-20 значимых для горожан локаций для рейтингового голосования. Их уже выбрали ранее из 87 пространств. Перед началом голосования все проекты благоустройства выносят на обсуждение общественности. Встречи уже прошли в Кировском и Куйбышевском районах. Ознакомились с дизайн-проектами, задали свои вопросы, внесли предложения и жители Железнодорожного района. На слушание приглашены абсолютно все жители района. Слушания нужны, потому что все пространства общественные, которые делают, делают, конечно, в первую очередь для жителей. Поэтому мнение жителей в данном вопросе, наверное, кардинально необходимо. В Железнодорожном районе в топ-20 территорий для голосования попал сквер первых космонавтов. Хотелось бы, конечно, чтобы было озеленение, чтобы были лавочки. В нашем районе очень активно мы принимаем участие во всех программах. В частности, в нашем дворе была, как недавно закончилась ГКС-программа, у нас очень красивый двор. И мы видим результаты. Поэтому мы хотели, конечно, чтобы и другие зоны вокруг нашего двора тоже облагораживались. Пожелания самарцев будут принимать до 28 февраля. Мы видим большой интерес, который прежде всего сказывается в количестве тех жителей, которые принимают ежегодное участие и в процедурах обсуждения территорий, непосредственно в процедуре отбора территорий. Дизайн проекта у нас, концепции будут доработаны с учетом общественных обсуждений и будут представлены непосредственно голосования. Отдать свой голос за выбранный проект можно на платформе 63.городсреда.ру через госуслуги и виджет «Мой выбор. Мое будущее» на сайтах администрации Самары и внутригородских районов. О сроках голосования сообщат дополнительно. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События.